Есть люди, чья профессия побеждать огонь, спасать людей и их жилье от любых чрезвычайных ситуаций. Они бесстрашны, сильны, тренированы и самоотвержены. На сегодня эта служба объединяет множество людей, готовых реагировать на любые вызовы и угрозы современного мира. Создана эффективная система реагирования на чрезвычайные ситуации, а руководит всеми силами и средствами этой системы в нашей стране Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Обязательным пунктом при подготовке сотрудника МЧС является изучение теории спасения. Спасателям приходится работать на месте аварий, пожаров, стихийной бедствии, поэтому знания из медицины, физики, химии и психологии чрезвычайно важны. Получить квалификацию инженер по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций конкурс проводится только среди юношей, или инженер по пожарной и промышленной безопасности, раздельный конкурс для юношей и девушек можно в столичном университете гражданской защиты МЧС. Срок обучения 4 года. Для того, чтобы стать курсантом МЧС, необходимо сделать несколько шагов. Каких? Все очень просто. Шаг первый. Обратиться с заявлением к комплектующей органы МЧС, это областное или Минское городское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям, либо районный отдел по чрезвычайным ситуациям по месту жительства. Заявление необходимо подать в комплектующий орган до 1 мая. Рекомендуем это сделать именно сейчас, не дожидаясь 30 апреля. Шаг 2. Пройти профессиональный отбор. Профессиональный отбор кандидатов из числа граждан Республики Беларусь, поступающих в университет для получения образования на очной форме, за счет средств республиканского бюджета или на платной основе, проходит до 1 июня 2022 года. Он включает в себя направление комплектующим органам кандидатов на медицинское свидетельствование военно-врачебными комиссиями органов внутренних дел, прохождение кандидатами профессионального психофизического отбора. Определение уровня физической подготовленности кандидатов, как правило, проходит на базе городских либо районных отделов по чрезвычайным ситуациям по месту жительства кандидатов. Предварительное изучение комплектующими органами кандидатов и проведение в отношении их специальной проверки в соответствии с инструкцией. Шаг 3. Пройти централизованное тестирование по белорусскому либо русскому языку по выбору, а также по математике и физике. Шаг 4. Это подать документы в приемную комиссию университета МЧС и дождаться зачисления на места, установленные контрольными цифрами приема на очную форму получения образования. После получения на руки сертификата в централизованное тестирование абитуриенту необходимо лично с документом, удостоверяющий вашу личность, предоставить в приемную комиссию университета аттестат и три сертификата. Желаем удачи в поступлении в УСМЧС. Продолжение следует...